Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, магические истории продолжаются, продолжаются, тянутся в веках. Друзья мои, знаете, вот вчера рассказал сказку. Сказку братьев Гримм «Три перышка». И там в качестве одной из героинь была жаба, которая жила там где-то со своими жабятами, жила в Нижнем мире. Ну, сказка как сказка, сказка веселая. Но, друзья мои, всегда она привозит, так и предполагал, что... Хотя не задумывался, да, я читаю сказки, друзья мои, просто открываю по названию. И не думаю, что она там о жабах там или о колдунах, поэтому читаю сразу с листа, без подготовки. И, ну, вы прекрасно знаете, друзья мои, некое противостояние с одной, так сказать, магической женщиной. Которую, действительно, я долгое время, ну, как бы обзывал, обзывал нехорошими словами. Жабой, жабой ада, там, бедухой и всем остальным. Да, друзья мои, ну, это, так сказать, часть мистической войны, веселое обзывание противника. Да, да, с другой стороны, эта женщина также и угрожала, и проклинала. О, как. О, как. Вот так вот, видите, как начали говорить о жабах, сразу тут рядом образовался какой-то конфликт. В соседней машине. Как бы еще сейчас драться не начали. Какая-то семейная, семейная разборка. Тоже колдовство обычно. Ну, так вот, друзья мои, вот сразу же истерически наша, так сказать, ведьма-бедуха начала какие-то там видео. Старые стерла, новые записала, что там ее преследуют, ей угрожают и чуть не пытаются довести до, как бы, до самоубийства. О, как. А была мирная семья, вот там начался скандал какой-то. Вот так вот. Даже здесь бедуха. Да, друзья мои, но действительно, на самом деле, с одной стороны смешно, а с другой стороны нет. Потому что многие люди действительно жалуются мне, что к ним по ночам приходит эта гражданка, ну, и пытается что-то такое, какие-то магические сети на них набросить. Да, ну, так сказать, бедунья оправдывается, что это чернота. Их чернота, этих людей всплывает, и они видят, как бы, собственное отражение, пытаются на нее скинуть свои собственные проблемы. Бывают, друзья мои, так. Но, удивительное дело, действительно, это некое отражение. То есть, вот, все выпады, все нападки бедуньи, все ее вот эти вот слова, на самом деле, это ее собственный яд. Я воспринимаю это, вот, когда человек приходит ко мне, даже вот с таким негативом, как ученика. Ну, вот, бедунья ученик нерадивый, плохой. Да, вот она не может остановиться, не может свою собственную вот эту грязь, которая действительно гордыню, чванливость, злобу, которая в ней присутствует в полной мере. Да, она их пытается все время перелить, и пытается все время какие-то взывать к высшим силам, к Отцу Небесному, к Отцу Земному. Все время прикрыться этим, а при этом и проклинает черными словами, и желает там, чего она мне только не желала, всяческих болезней и горестей, грозным голосом. Но, вот эти горести, видимо, направляются на нее. То есть, вот, происходит действительно такое отзеркаливание. Я даже, знаете, с сожалением и симпатией отношусь к этой бедовой женщине. На самом деле, друзья мои, как не кажется, что есть какое-то противостояние, на самом деле противостояния нет. В этой роли я выступаю как нельзя на себя, вот, я не люблю роль учителя. Но здесь я выступаю именно учителем. Я с помощью вот таких жестких магических методов пытаюсь изменить. Во-первых, уберечь от ее влияния, ну, как бы, людей доверчивых. А, во-вторых, изменить ее саму. Потому что все время пытаясь ударить, уязвить меня, она бьет по себе. Чем больше она бьет по мне, этот удар идет по ней. И это она все время стирает на своем канале все видео. Потом даже молитвы, молитвы святым людям, что большой грех сначала прочитать, потом стереть, то есть отказаться. Штормит, штормит нашу эту Татьяну крепенько. Поэтому, с сожалению, воспринимаю, да, что вот уже она говорит, что она пожилая женщина, у нее может отказать сердце. И действительно, я понимаю, что уже тут не до магии. Уже нужно поберечь здоровье. Уже вся магический этот флёр, это вот, что она там держит все, весь Петербург и западный округ. Все это слетело как пыль. Образовалась несчастная, горделивая женщина, которая с собой не может разобраться. Но умудряется советовать, советовать. И путь ее души действительно долог. И действительно, в прошлых жизнях встречался я с ней. И было много чего, и действительно, я вам говорил. Но было, кроме плохого, кроме вот этих адских воплощений, были и попытки. То есть сейчас ее попытка тоже вылезти наверх. Ну, видите, получается немножко неказисто. И вместо того, чтобы признать это, ну, хотя бы внутри себя, внешне, там, ни для кого это не нужно. Внутри себя признать. Ну, она пытается вот эту грязь свою перемазать на тех, кто, ну, вот на меня, на тех, кто обвиняет ее в чем-то. Хотя она сама организовала все. Она сама влезла, сама прилепила, знаете, как бывает. Наступишь в собачью какашку, да, и идешь, и как бы пытаешься стереться подошвы. А никак, все время там, вот такие бывают случаи. Думаю, что что ж такое-то, вроде остановишься где-нибудь и тряпочкой потрешь, и об асфальт потрешь, и все равно пахнет. Удивительное дело. Но вот, видите, вот такие магические вещи. Поэтому не стоит злорадствовать, не стоит обвинять ее. Вот такие вещи происходят, такие противостояния. Да, то есть она пришла со своей грязью, вымазала все, что можно, кричала, орала, проклинала. Приходила не один раз, пыталась все время скандалить, обвинять, доминировать над чем-то. Хотя ни знаний, ни опыта, ни опыта прошлых жизней, ни вообще житейской мудрости. Потому что даже по-житейски, как бы, люди действуют без всякой магии, но хитрее и умнее. Ну, вот так вот. То есть противостояние продолжается. Теперь, значит, бедунья в очередной раз хлопает дверью, говорит, все, я ухожу. Вы, как говорится, мистик, гончар и богатырь, вы меня, значит, убили. И теперь этот грех на вашей совести. Ничем не бывало. Никто ее не убивать, ни тем более преследовать. И, как бы, какой-то, как это называется в школе, буллинг, не собирается затевать. Каждый раз, когда она что-то выступает, ну, по зову вселенной я вынужден, так как она является в этом плане, сама того не понимая, некой ученицей. Я не беру учеников, но вот, к сожалению, вселенная дает мне вот таких вот, таких странных персонажей. Ну, как могу. Пытаюсь, да, вот, даже с любовью и пониманием. Но, между прочим, есть изменения. Есть изменения, поэтому я даже в чем-то рад. Вот это идет жесткое обучение. И, может быть, действительно из жабы ада она, в конце концов, превратится в прекрасную фиалку на залитом солнцеполе. Все бывает в этом мире. В этом мире бывают чудеса. Но, в принципе, помните, как все началось? Она пришла на канал и говорила о каком-то баттле. То она пыталась все время вызвать на какой-то бой. Ну, так, в общем-то, я готов. Можно устроить, к примеру, стрим совместный и поговорить без обзывательств. Поговорить аргументированно. Это было бы интересно людям. Но посмотрим. Посмотрим, как история продолжается. И она очень интересна. Для нас это лучше на своем опыте понять. А может, и на чужом лучше. Все, друзья мои, пока.